Мне кажется, что это любой человек, у которого есть некое представление о собственных каких-то границах. То есть он живет, и вот я помню по своему ощущению, когда у меня была некая оппозиция вообще к этому слову, что мне неприятно было, что меня могут назвать гражданкой, то есть мне хотелось изолироваться от этой ситуации. Мне казалось, что мои какие-то социальные контуры, они размыты. А как только я стала говорить, что тихий пикет — это можно... То есть у меня были разные формулировки. Я говорила, что это гражданская акция, просветительская акция, художественная акция. Любое из этих определений уместно. То я ощутила, что эти контуры, эти границы, они резко пришли в какой-то процесс становления. То есть я, приближаясь к другому человеку, я ощущаю, как наши с ним границы, они соприкасаются, и как я могу ему не навредить. И вот это для меня гражданское чувство. А ощутить эти границы, возможно, только в том случае, если ты имеешь представление о них. Что тебе позволено в этой стране, что тебе не позволено. Как ты можешь их расширить или сузить. У человека есть какой-то набор прав, которые ему самим рождением... Вот он родился, и он имеет права на какие-то вещи. И еще он является частью какого-то договора между другими такими гражданами-носителями прав. И дальше он следит за тем, как его права соблюдаются или не соблюдаются, или не следит. Ну, в принципе, у каждого человека, когда он рождается, есть какие-то права. У нас есть конституция, безусловно. Ну, мы можем говорить, этот договор очень плохо соблюдается. Или россияне не знают о том, что они договорились. Но это уже какие-то такие оговорки. А по факту, да, безусловно, у нас есть конституция. Это наш договор. Минимальное определение гражданина – это то, что написано в Конституции. Гражданин, человек с паспортом, то есть все, который может сидеть, ничего не делать. И такой публицист Максим Трудолюбов называет это скучным пониманием слова гражданин. Такое представление о том, что такое гражданин – это как бы наш общественный идеал. Хочется, чтобы простые ленивые люди тоже были гражданами, и никто у них не уводил страну как бы. А есть как бы добродетель гражданская, заимствованный из нереалистичных сейчас условий, из маленьких греческих и римских полисов, когда каждый человек мог участвовать в управлении страной, мог ходить на агару, что-то говорить, обличать зло. Нужен какой-то процент людей, которые не только делегируют свою власть правительству, а и осуществляют свою власть каким-то образом. Ходит на площадь, стоит в пикетах, перекрывает дороги, пожалуйста, ну, в смысле, сносит статуи с Лениным. И если таких людей есть какое-то критическое количество, то все остальные граждане могут быть мещанами. Я очень к этому стремлюсь, потому что мой идеал, конечно, собственной жизни совершенно мещанский. Наверное, гражданин – это человек, обладающий чувством ответственности на всех уровнях. То есть, очевидно, надо бы начать с того, что там ответственность перед государством, обществом и так далее, но на самом деле, я думаю, что так не бывает. Ответственностью на всех уровнях – перед своими близкими, перед самой собой, перед самим собой, перед своим двором, подъездом, где не надо писать, бросать бумажки и так далее, вот до самых-самых высот. Вот это вот, наверное, гражданин. Я не ставил для себя вопрос никогда, гражданин или не гражданин. Я ставил вопрос… Я ненавижу слово «россиянин». Он такой чудовищный, очень неискренний. Но просто мне кажется, что сам факт гражданства, он не до конца определяет ту суть гражданства, которую я хочу для себя выражать. То есть, например, у меня же не было гражданства России сначала, у меня было гражданство Казахстана, например, просто потому что я в советское время родился в Ламате. И потом мне, моей сестре, у которой казахское свидетельство о рождении, нужно было доказывать тот факт, что я гражданин России. У меня вот этот момент, что я обязан доказать кому-то свое гражданство, и мне как-то так вот отделяет немножко от этого термина самого, и от привязки к паспорту. Я ответственный за эту страну, я являюсь своей частью. У меня может быть русский паспорт, у меня есть друзья, у которых украинский паспорт, но они, конечно, вот в этом понимании гражданства, они скорее граждане России, потому что они здесь живут, они работают для России, они хотят, чтобы здесь было лучше. Они мыслят интересами этой страны. Чудовищно, да, вот эта вот формулировка «эта страна, которую все не любят», считается, что это какое-то пренебрежение в этом месте. Но они про эту страну, они внутри нее, они хотят делать жизнь вокруг себя лучше. Они хотят, чтобы их семья жила здесь, никуда из России не уезжала, но чтобы они занимались любимым делом, чтобы они были в безопасности, чтобы они чувствовали себя в безопасности, когда они живут здесь. Гражданин – это тот, кто ощущает какую-то свою ответственность за то, что происходит в стране, в мире, в той части общества, которой он принадлежит. В этом смысле я ощущаю себя гражданином, да. Другое дело, что какой-то независимой такой политической позиции у меня нет. Мне кажется, что гражданин – это просто человек, который ощущает себя частью какой-то общности, ощущает себя политическим субъектом и который действует хотя бы иногда, исходя из этих ощущений. Гражданин в моем восприятии – это человек, который отвечает не только за себя, но и за свою семью, за свою квартиру, за свой двор, за свой подъезд, за свою зону ответственности, которую он может морально разделять с другими людьми, чувствуя себя частью некого целого, а не просто отдельной единицей. Хотя, если подходить философски к этому вопросу, то понятно, что гражданин – это настолько размытое понятие, потому что существует только зона личной ответственности и зона личной свободы, а дальнейшее можно переписать интеллигентским измышлениям. Субтитры создавал DimaTorzok